Добрый день, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию выставку «Диалог. Признанный мастер фоторепортажа», посвященную 75-летию со дня рождения почетного журналиста, обладателя золотой медали Союза журналистов Казахстана Валерия Петухова. И сегодня у нас в гостях Валерий Истатьевич Петухов, который расскажет нам о работе фото-журналиста. Валерий Истатьевич, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к фотографии и фото-журналистике. Вообще, это когда-то начиналось же, это же не просто так в один день пришло. Понятно. В жизни бывает всегда, в основном, у каждого человека получается так, неожиданно, никогда не думает, учится, школу закончил, в армию сходил. И никогда эти люди не думают, что дальше, кем будут работать. Некоторые знают, кто-то будет кем работать. Некоторые вообще, ну, случайно попалась в журналистику, в основном профессионалы попадаются случайно. Ну, я, например, вот попал, служил в армии, работал в военном заводе в Болгараде, баррикаде, после армии там, а после там и фотографировал просто на память. Ну, просто любите себя, как можно сказать, просто на память. Это как бы уличение же ваше было, да? Которое тебе и расслабило. В один прекрасный день, где-то увидели меня в газетчике и пригласили работать в газету. Да я говорю, ну, я же не умею, не знаю, журналистик никогда не связывался в газете. Ну, ладно, давай научим, покажем, все прочее. И меня посылали в районную газету. То есть, скажите, вот у вас никакого как бы специального же образования не было? Вы нигде не учились? Не было, нет. Заметили, значит, вас, да? Да, да, да. Или вы куда-то свои фотографии же отправляли, наверное? Все времена таких, как фотокорреспондентов, специального образования не обучили. А, не обучались, такого не было, да? Ну, вот журналистик обучали. Ну, в Москве нет журналистики, но там общие проводили курсы, как это, несколько часов по программе, фотографии и все прочее. А так, образования такого у меня тоже не было. Ну, вот так получилось-то. Послали районную газету. Езжай посмотреть. Ну, поехал, рядом полгода, 80 километров, и Лавленский район. Ну, пришел, ну, там, редактор, принял, и все. Так и так. И показал, как работает, да, когда-никогда не видел, не знаю. И интересовался даже. Молодой, молодой человек. И получилась, да, и судьба повернула резко в другую. Я думал, вообще, в другой специальности, да, имеете в Чинцерти? И так не получилось так. И резко так повернулось. И начал работать там, в районной газете. Ну, и начал смотреть, как люди снимают. Начал смотреть газеты, центральные газеты, московские. Правда, Известия, там, ну, все газеты, журналы. И начал интересоваться, как люди фотографировали. Иногда смотришь, думаешь, такие фотографии, красные. Ну, я же тоже могу так делать. А район сельский, сельский район надо. Думаю, надо показать всего, как работают сели, люди, техника, люди. Ну, я смотрю газеты, например, журнал. Сельская жизнь была, журнал. Газета была, сельская. И вот смотрю, как попытался, ага, делать фотографии такие же. Такие же, как все делают. Люди есть. Но не получается, опять, что делать. Думаю, что такое. Ты занимаешься, ну, вроде все. Так же, вроде поставил, так и все. Ну, людей вроде, но не так. Оказывается, и объектив надо иметь. И режиссуру надо иметь. Чтобы людьми поговорить. Вот так, например. Видите, как? Режиссура. А, так же, да, красивый? Вот так. Дружба называется народом казахстана. Казахов и русских. Дружба русская и казахов. Вот. И приходится вот так режиссура делать. Это фоторапия тоже, видите, я делал. Не просто так они обнялись. Я попросил, они общались. Пришли, я пригласил на бой. В одном селе работаю, где-то было. Пригласил, и все. Надо фотографировать, дружбу показать. В те времена еще. 90-й какой-то, 95-й. Ну, надо показать, надо дружбу казахскую, русскую и все. Ну, как, через людей показывать только надо. Ну, конечно, через людей. Вот это общение с людьми. Они общаются, пришли, общаются. Да, давно знаю, друг. Ну, я вижу, ага, они поговорили. А после думают, давай сделаем красивый фоторапия. Обнялись, поговорите еще. И все начали. Попросил, я не обнялись, и разговаривать начали. И я поймал момент. Не просто на память ставят, как всегда. Когда на память фотографировали, вот, группу поставили. Вот. Это уже чужие. Вот, да. Когда вот, как бы, протокольно, вот, сказать. Это уже все примкнувшиеся. Любой фоторап, это уже сюда не относится. А это уже дружба. Вот уже. А это уже чувствуется теплом между ними, да. Вот так получилось. Скажите, пожалуйста, вот выберите кадр. Вот именно, вот хороший кадр, как можно словить. Вот сейчас, в наше время, да, в век новых технологий, вот молодежь сейчас снимает, вы знаете, да, молодежь снимает. Сейчас у нас цифровая фотокамера. Ну, вот в ваше время, когда вы начинали вот такой кадр словить, это же столько пленки, да. Сейчас же молодежь это не знает. Они от этого далеки. Вот расскажите более подробно, вот как вы вот эту фотографию проявляли, как вот этот драгоценный кадр поймать. Вы знаете, вот такие интересные моменты. Ну, вот я где-то в районной газете, сколько, два, три года где-то поработал. Редактор уже в районной газете, вот, все, Валера, тебе надо отсюда уходить. Вы уже старт набрали, уже руку набили, уже глупо, где есть у вас получается. Почему, я буду, почему, федактор, я, что я, что я плохого сделал? Нет, ты уже выдаст, надо тебе, надо выше идти. Понимаешь? Редактор понимает. На уровень выше стали, значит, вам более... Да, ну, я реже за нашу правду. Сотрудничать с городской, областной газетой, Волгоградской правды, и молодежной газетой, Володой Ленинец. Там печатался и все прочее. Ну, после, хотел в Волгограде, там, Володой Ленинце или где-то, Володой Ленинце, ну, там квартиры не дают. Пожалуйста, работай, ну, квартиры нет, общежитие жить. Думаю, ну, что я только женился, поэтому думаю, ну, как? Если один был бы, ты начал в Волгограде работать. Нет, дамы, надо куда-то рвануть отсюда. Ну, тогда был журналист, выходил в Советском Союзе. Ну, там вакансии писали. И я смотрел, 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 там, нужны журналисты, там, 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 там. Я посмотрел, Казахстан, Казаларда, смотри, нужны профессиональные журналисты. Вот, а теперь я вас перебью. Почему, если там много было вакансий в разных, как бы, регионах, можно сказать, а вы выбрали именно Казахстан и Казаларда? Понимаете, те времена, 70, 70, вот фильмы, художественные фильмы, индейские показывали. Красивая жизнь, красивая музыка нравилась и все прочее. Чего-то меня все тянет, вот это, какой-то... Ну, молодой это уже романтика. Понимаете, там интересно, там, ну, все, совсем другое. Новое, что-то необычное. Да, и люди, и все, и культура другая, и все, меня это потянуло. Думаю, ладно, давай поеду. Что там? Написал письмо редактору. А я, да, говорю, приезжай. Вот, Казаларда, приехал. Приехал, оказывается, там, редактор областной газеты, Путь Ленина, был замредактором индустриальной Караганди, работал. Как же фамилия, я же сейчас... Индустриальная Караганта, это... Да, работал. В Караганди же он, мне сказалось. Да, и его послали туда, вот, родоредактором. И он еще родился там, в поселке Актуба, в Волгоградской области. Ну, надо же, такая встреча, да? Ну, как земляки, да. Ну, приехал, ну, все прочее. Сперва ничего не говорил, ну, давай, 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 показывай, что тут нам. Ну, я, конечно, фотографии привезу, и все. Ну, ладно. Первое, естественно, проверить надо, чтобы я тоже, ну, поехали на завод, по-злободе, там, по-фотографировали, все прочее, там, приехал, сделал, отпечатал, все. И все, они смотрят, как-то... Фотографии, наверное, оригинальные получились, да? Ага, что-то такое, здорово, все, и все. Меня выписывают командировочные, и я уезжаю, меня через Аральск, в Аральск отправляют, и оттуда Аральск, в Аральск, в Аральск, домой, там, туда, домой, да, рассчитаться, и... И вернуться, да? Вернуться. Ну, мне деньги дали, все, прилетали, Аральск, и там, сперва, не просто поехал, только пофотографировать надо, море, Аральск, и море, фотографировал. Ну, конечно, мы будем так дальше, чтобы... Встретил, позвонили с ребят, в райком партии, трой секретарь райком встречает в аэропарту, когда самолёты летали же постоянно, да, везде же он со мной встречает, ну, все, так и так, и все. Я говорю, вот, мне надо, ладно, все. Сегодня давай отдыхаем, поехали, там, в гостиницу местную какую-то, там, небольшую, устроить, и мы пойдем к вечеру в ресторан. Ну, ладно, пошли, а завтра утром поедем, шабанам, шабанам, все прочее, с тем, куда-то там же. У меня горала соль, да, я говорю, на море надо съездить. Все эти вот пенсии, сперва, давай туда. Шабанам, да ладно, поедем, поедем, поедем. Вечером, к вечеру там светло, поедем, в ресторан, поедем, в арабский назвался, или я не помню. Пристань, на пристани, вода плескает, на свае стоят, стоят, это, деревянники, тут корабли стоят, и видно там, недалеком, завод, перерабатывающий завод, и все. Смотрю, корабли стоят, все время, водят, все время. А я говорю, а это что за корабль? Не похоже, не работаю. Нет, это, как я говорю, научная, научная корабль, с которой все. А, ну, не все, что сказали. Научная работа в пропаде. Ну, в море там, где-то, 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 где-то. Отдыхаю, можно сказать, море плескать, люди, там, где-то, корабли идут, на лодках, все, рыбачки вечером прилетают, приезжают. Ну, такая красота, да, такая красота, это вас сразу устроило, наверное, да? Да, не то, что, ну, это, и это не столько устроило, ну, ладно, это по фотографии. Поехали, поехали, целый свитер, машин, 10, наверное, поехал, автолавка, кино. Ну, раньше целый караван, они так и ездили сюда, все, и кино, и автолавка, и броня, и все вместе, друг за другом, и начальство, и друг за другом, и едут все. Да, да, да. Приезжаем, да, ладно, приехали, уже к вечеру, едем, и едем, едем. Да, у нас там такие расстояния, да, к одной точке, к другой, чтобы ехать надо, да? Да, дорога, ну, степная же дорога. Ну, да, там вообще песок, песок. Ну, смотрю, верблюда водят там, ну, остановились, я пофотографировал, после поехали, доехали до Чабанов, давай чай, к вечеру уже приехали, к вечеру приезжаем, чай пить. Ну, впервые я до Стархана попал. На казахский какой-то, наверное, это был? Ну, все, там, на горы, там, Юр-то там, вон, Юр-8 стоял там, на этом месте. Нам едят и щабаны, говорят, все тут есть, есть, все, ладно, давай, сперва чай пью. На ранее сразу казахский, давай, после работы поуспеешь, вот так. А они сначала накормят, после пофункции работают. Ну, обязательно, ну, все, чай там, по ушах, там, масло соленое, все это, я не ел масло, смотрю, ну, чай пьют, и там водка, приносят, самое главное. А рак там разный, этими даже, там видно, коньяк, водка, и все, я говорю, нет, я не пью, ну, что, не выпил, да, вообще не пил. Ну, ладно, чай пьем, пьем, думаю, чай, там, полоса, конфеты, все, а есть охота, и привычную, одну чай, думаю, ладно, ну, я навалился на это самое, на чай, да. На масло, на баусах, ну, теперь пойдем кино смотреть, уже стемнело, это было весной, весной было, холодно было, вечером холодно, двумя, дали мне купайку, и это, и все, и это, наделся, ну, экран поставили, на это, на юрт, и кинобага, и все смотрят, приехали, и дети тоже. Босиком, одних этих, шерстах, рубашки, сидят впереди на земле, трясутся и смотрят. Я говорю, да что, женщины, говорю, ну, дайте им, это самое, оденьте, дайте хоть, ну, что дети, да ничего, они крепкие, промежшие, вот так, ну, простые дети же, понимаешь, Я говорю, ну, пацану раздал, иди, тот говорит, нет, одного пацана на руку взял, и все, пригрелся, и уже тепло, и последний по уехал, вот так и все. И вот как у вас началось, да, с Казахстаном, и так далее. Да, и после, поехал на море на второй день, на море, попадал, еду, как это, экспедиция, после, и сразу в Саральское, Вологра, рассчитался и приехал. Ну, вы же к Сараду приехали, а в Караганду к нам как? А до этого еще, еще до Караганду приехал, расскажите нам. Еще, 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 я до этого еще, море попал, поехал, море, 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 не морейская, а море, и Туркменистан, на кур, граница Кошка, вот эта, Афганистан, все, прилетел тоже, знакомый, вот, зам. редактором туда уехал, работать, русская газета, морейская областная газета, Туркменистан, и он пригласил, приезжаю, ночью, ну, ладно, поехал, приехали. Первое, до этого еще, думаю, мне интересно, смотрю, мазанки, высотных домов практически нет, все глиняные, одноэтажные, двухэтажные, такие. Я говорю, ладно, все, он говорит, завтра ТЭЦ открывает, ТЭЦ-2. Ну, ладно, поехали, я по-натрофирую, поехал, поснимал им для газеты, о, здорово, ну, как так снимаете так? Это здорово-то вроде, ну, как, нормально, вот, просто видеть надо, по-своему. Ну, вы чувствуете, да? Да. Это, да. Я говорю, меня неинтересно поехать, это, на базар сходить, потому что восточный базар, ну, ладно, поехали. Приехали в открытый базар, там и лошади продают, и они сами, и все, на земле сидят, женщины в основном, все женщины торгуют. То, что попало, больше не столько, то видишь, то время не столько нужно, а столько общения там больше. В основном все паранжеры, все закрыты, а мужики отдельно сидят, женщины отдельно сидят, я тоже, а веки есть, издали, раз, они сразу разотворачивают. Не дают фотографировать. Ну, настоящие посмочи, одеты так, по фильмам 30-х годов, показывают, точную копию, в Туркменистане же это посмочить. Это не Казахстан, я вот в Туркменистане, посмочили, были 30-х годов, тоже самое, такие, здоровые мужики. Я говорю, а что ты? Они боятся, не хотят фотографироваться. Я говорю, а что ты? Ну, я телевиком снимал, даже издали, не видел. Тоже интересно было. Вот так, а после, к возродни, а, я же еще после, в Волгаре начал учиться заводочно. В Москве учиться заводочно. На журналистику учились, да? Или на фото? Нет, я в народное творчество, московское народное творчество. По линии, ну, репортеров это тоже. Вот, это мне много было. Ну, когда я приехал, ну, я поработал 9 месяцев, где-то. Начал снимать, и все. Приехал я, Козелар-Джо. Да. Я же весной был в Аральске, все лето, а после начал снимать, ну, у меня же уже в видении другой российский газет. Ну, уже, уже опыт уже. Волгоградская газета, областная, всесоюзная, первое место занимать. Молот, ростовская, там репортеры были, там, потом как раз. И я вот этот опыт здесь и начал делать газеты. Сквозные материалы. Первая страница, вторая, третья, четвертая. Первая страница, труд, или политика. Ну, по-разделу. Труд, ага, и социальная, и культурная, и все это сквозные материалы. Начал делать, там, по низку. И смотрю. И замечаю. Начали уже, в области, начали с района, с секретарем райком. И все проще. Приглашает, говорит, ну, все, звон, иногда звонит, приезжай, машина тебе пришлют. Видит, что я буду. У вас материалы интересные были, кадры хорошие. Не просто вот так. Конечно, и фотографии, и там. И материалы же, конечно, подачи, подачи, информации хорошие. Газета стала, много фотографий, как по журнам, по газетам. Тодимая, заполнял много. Вот, и начали все. А после меня пригласили. И попросили казахское информационное агентство КАСТАК. КАСТАК. Звонят, говорят, вот, нам нужны фотографии. Что же, сделайте вот эту тему. Я за какой-то такой-такой. И я нашим КАСТАКом сотрудничаю. Я где-то месяца три поработал. В смысле, присылал фотографии. А после КАСТАК. И после меня пригласили. Давайте работать у нас. КАСТАК. КАСТАК. А, КАСТАК. В Алмату. Да. Ну, в Алмату. Вот, Алмата, культурный центр, да? Да. Вот, вы там не остались вы, и КАРАГАГАГУРАЛИ? Нет, там достаточно. А нужен, вот, говорит, нам, вот, вы бы хотели поехать в КАРАГАГУРАЛИ? Я говорю, я не знаю. Брой, слышу, промышленный центр, там большой зал. Все хотят туда попасть, для репортеров. Угу. Я говорю, почему я? Да, вот, ты молодой, давай. Перспективный вроде, давай. Ну, все, меня тогда сюда, КАРАГАГУРАЛИ, направили. КАРАГАГАНДИНСКОЙ ИЗ ЖЕСКОРГАНДИНСКОЙ ВОЛОСЧЕ. То есть вас направили, не вы сами, да, вот, хотели? Нет, они направили, я и меня в штат взяли, КАСТАК. Это КАСТАК, это филиал московской ТАСС, телеграфно-аветов Советского Союза. Это филиал просто. И для Москвы снимали материалы, для Москвы, для КАСТАК, для Республики и для Зрубежа. Все это проходило много там всяких интересных материалов. Ну вот еще, вы знаете... Вот так, постепенно, постепенно, ну, по Казахстану начал ездить. И вы так и остались в Караганде. А больше у вас мыслей не было переехать в какой-нибудь другой город или как-нибудь? Я хотел в Россию переехать. Но уже когда, вот, под конец 87-го, 88-го, вот, я там хотел в Россию переехать, или в Москве, в ТАСС. Я говорю, я туда приезжаю, я говорю, ну, вот, давай на данный восток. Я говорю, нет, не хочу далеко. Ты что там, у меня там родители, сестры, Волгограды и все прочее. Чуть-чуть, я буду туда пойти. Нет, не буду. Нижний Новый город, например, я говорю. Еще куда-то. Давай Краснодар. Вот у нас освободится через Голубограды. Краснодар. Я говорю, наверное, хорошее место. Ну, что ли? Я говорю, нет, не хочу. А что? Да не хочу так бы. Я не сказал, почему. Но я сразу понял, если Краснодар, это там работать не дадут. Потому что москвичи, контора, знакомые, друзья, Сочи, Крым. Все, давай устраивай, только с аэропорта успевай. Знакомых, свои, гостиницы, все. Это только будет смотаться, как... Я говорю, нет. И вернулся. А после уже что-то пошло и пошло. И сдал, сдал. В другой месте тоже не хотелось. Куда я хотел, туда не получил. А в Мурманск хотели паснуть. Я говорю, нет, там полгода ночью, все там было. Да, там, конечно, долго. Так что. После уже начал работать, работать. Ну, когда приехал в 76-м году. Тут Караганда. А, в Козеларде-то мне как, приехал. И я впервые же лет в Козеларде приездах по городу хожу. Там тоже одни мазанки. Мазанки, мазанки, мазанки. Улицы, улицы, улицы. Такие. Ну, интересные. Такое ощущение было. В 76-м году. В 75-м я где-то. Козеларда приезда. И попал в 30-е годы. Такое шишик. После России. Еще интересно. Ну, вообще, 30-е годы. Ну, ёп. Ну, люди доброжелательные. В магазинах все было. Черная икра, мясо, колбасы. Тем более пожаристом море, конечно, естественно, это уже. Я говорю, мало. А тут навал. Все едет. И дешево все. Вот такие были интересные случаи. Ну, после хожу, снимаю. И смотрю, разрушенная, полуразрушенная мечеть. А там дом Пеллеров. Обосновался. И рядом дом Советов. Семьи этажа. Ну, там все. Полностью. Аппарат. Ну, там партия. И все. Все там было. Кроме секретаря в ком. Другого здания было. Секретаря. Снимаю. Ну, как показать. Настоящее. Прошлое и настоящее. Через фотографии. Думаю, как показать. Восток и современность. Ходил. Так снимали. Есть камера. Камера у меня еще. Широкого угольника нет. Такого нет. Ну, что ты. Я откуда хочу, не получается. Хожу, снимаю. Никак. Здание. То есть, дом Советов. Надо красный флаг висеть. И этот мечеть. Чтобы было разрушено. Показание. А, современность. Так, как раз. Не разрушено. А, как бы, вроде действующий. Ну, так сделать что? Ну, все-таки сделал. Через арку. Это национальная вот эта самая мечеть. Снял. Дом Советов. Час Дом Советов. Половина. Красный флаг разливается. И сделал. И газеты на четвертой площади. Сказала, где областная. Там, чем. На три колонки. Большую фотографию напечатали. Сделали. Мы все. Поставили. Я говорю. Редактор что-то говорит. Я говорю. Поставьте классный. Это восток современный. Поставили. Но тогда еще политически не так подкованно. Понимаешь? Ну, я же почувствовал, что-то это дело. Ну, поставили. Смотрю. Приглашает. На второй день. Где-то газета выходит. Редактор входит в ней. Говорит. Секретарь кома. Первый секретарь кома приглашает. Я говорю. А что такое? А я живу в гостинице. Казалар-Деми. Ну, думаю. Подумал. Никуда не ходил. Нет. Никуда не пошили. Никто с кем не связан. Думаю. Почему меня? И редактор тоже испугался. Ну, как? И что? Его и меня. Меня приглашали. И его. Редактор. Вы это с газетой никак не связывались? Да. С этими материалами не связывались? Да. Да, еще. Я еще не успел устроиться. Я же после уехала. Аравис. Да. Я же не успел устроиться. Я просто поснимал. Где-то пять дней было. Казалар-Деми хотел снимал. И все. И все. Ну, поехали. Ну, что? Я говорю. А что ты делал? Что-то случилось? Я говорю. Никуда. Ничего. Ни с женщинами, ни с кем, ни с кем, ни с никого. Ладно. Приехали. Заходим. Это секретарь Робком. Был герой социалистической труда. Абыкиров тоже назвали враги. Звали враги. Фамилия была. Первый секретарь Робком. Газет. А я думаю, сперва виновния. Почему виновния? Вот. Сын показывает. Газет. Вот это. Я говорю. Диагар. А что? И сел. В таком уровне. Я первый раз встречаюсь. Секретарь Робком. Я говорю. Спасибо. Хорошая сняла. Редактор. Ага. А что мы? Ну вот. Начали беседовать. Ну как? Где? Все там. На что-то решил сюда приехать. Вот так спрашиваю. Ну как вам? Нравится? Я говорю. Классно. Я люблю. Не мотянулись. О. Хорошо. Молодец. Ну как? Где устроился? Я говорю. Гостиница устроилась пока. Ну что? Я говорю. Вы работаете полностью? Нет. Вы только собираете. О. Ну как? Редактор. Квартиру. Я еще не успел устроиться. Квартиру. Однокомнатная. Я говорю. Я жена. Я урожена. Я говорю. Квартиру. И все. Перед отделом. Уже квартиру оформлена. Сразу. Рядом. Недалеко там. Через два дома. А в Комовском доме. Однокомнатная квартира. Это первый такой случай. И все. Я задержался. Поэтому. И то проработал. Девять месяцев. Вот так было. И вот так вот. И вот в одном из... Никогда не думал. Везло. Везло. Судьба тащила сюда. Не хотел. И после этот секретарь. Квартиру. Он был. Он был. Так. У Кунаева. Как его должность-то была тогда советское время. Ну вот это награждают. Вот этот совет. Я не помню. Короче, он. Когда. Каждый же год. Вручение. Наградить. Представляете наградить. И он Кунаева. Решил. Наградить. В смысле. Вручать. По фамилии. Кунаева. Четвертый или пятый. И его сняли. Надо было первое дело. Кунаева выручить. А. По алфавит. А нужно по какому? Как вы говорите? По суперординации. Да. По суперординации. Нарушили суперординации. Да. Здесь я нарушил. Но он хотел как лучший. Но его. А вывесили. Отправили. Куда? Щенкен. Районный. Понизили. Районный. Секретарь райком. Парчи. И вот такой мужик мамочка. Отличный мужик. Советский. Понимаете? Такой коммуникальный. Такой. И вот такие попадают. В рожа. Вот такие хорошие мужики. Советские люди. Вот. Вы в своем интервью сказали, что начиная с 78 года вы почти все приземления снимали у нас в Караганде. Да. К темам космоса. Это оказывается одна из ваших любимых тем. Вот расскажите. Вот 91 год. исторический момент, когда впервые, да, полетел в космос наша земля. Ну вот. Именно из Казахстана. Для нас это вдвойне радость, потому что именно он из нашего же региона. Вот расскажите, вот именно об этом историческом. Ну, в основном я... Сколько там? Много-то было фотографов? Космодорожа попал в 91-м году. А двои-то рода. Посадка была всегда тут. Карагандель, Казалардинская область. Ну, основное. Ну, да, он жил, не говорили, что это на территории Карагандинской области. Но он все равно ближе к Казалардинской области. Ну, как журналист, я, конечно, штаб был тут. Да. Поисково-спасательной службы в старом аэропорту стоял. Ну, я вот познакомился с ними как журналист, руководством. И все, я подружился, и я с ними постоянно на посадку ездил. Каждой посадкой практически. Не в каждый попадал, но в основном ездил. И Леонов, два раза снимал, и другие. Ну, после ближних. Я Балкирова, Балкирова я не снимал. Садку. Снимал, как... У нас еще Талат Мусабаев. Так, айба, отвечайте. Тут нету, я думаю, там еще. У нас вот здесь вот этот вот Талат Мусабаев. Мусабаева снимал. Мусабаева снимал, да? Да, Мусабаева снимал. А потом еще Аимбетов, у нас же тоже третий еще Казахстан. Аимбетов еще, третий Казахстан, его тоже снимали, тоже из Казахстана, Казахстанец, который летел. Нет, у нас третий Казахстан. А, нет, вы его... Всего два Казахстана. Вот он. Нет? Вот это... Вот здесь вот он еще молодой, да, смотрите? Ну, это... это 92-й год. Вот черно-белый. 91-й год, даже вот это. Нет, 91-й, 91-й. Вот 91-й год, вот 92-й год, да? Подожди. Нет, это 91-й год. Казахстан. Кабинати. Тимиртау. Тимиртау. Да, вот это. А, как мы собираем здесь, вот это, да? 91-й год. Где-то ноябрь месяц, ноябрь месяц, вот мы собираемся. Вот, а скажите, скажите, пожалуйста, вот у вас здесь тоже сюжетные фотографии есть, вот скажите, или вот такие вот фотографии, да, вот, вы их где-то вот специально, как бы сказать, ищите вот такие моменты, да, или они вам попадаются? Я вижу. А вы их видите, да? И когда вы видите, да, вы уже, как бы сказать, вы, наверное, уже сердцем чувствуете, что это уже кадр будет хороший, да? Ну, конечно, вот так же. Вот смотрите, вот этот кадр, посмотрите. Я же смотрю. Это же. Вот. Вот. Да, тоже. Вот посмотрите, но они же на месте не стоят. Походу снимаешь, и ждешь, снимаешь не просто вот это, как попал, ну, чтобы сюжет красивый. Я смотрю, через объект, и смотрю. Не сразу нажимаю, я чувствую, вижу, 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 когда я только нажму. Вот, вот, об этом я и хотела спросить. Вы, наверное, сердце чувствуете? Поймать этот кадр, да? Да. Не просто так. Я говорю, я все люблю фотографирую. А я так и поняла. Вот, вы знаете, вот изучали, я снимаю фотографирую. Я снимаю фотографирую. Все. Все темы охватываются. и природа, все. Все охватывается, да. Вот, красиво. Тасараре. Балхаши. Балхаши, это да. Балхаши, это да. Балхаши, это да. Поехали, вот, смотрю, пацаны бегают, вдоль, на пляже, вот, вот, Тасараре, Рабайское поселок. И я телевиком, мы издали. Бегут, сразу, Я говорю, девочки, ребят, раз, отвернулись, я большим телевиком. И момент. Да, большим телевиком, мы издали ее уже. Они отвернулись, я чук-чук-чук, сделал. И вот красивый фотографирую. Красивый фотографирую. Она очень красивая. Очень теплая, не просто красивая, очень теплая, добрые фотографии получаются. Вот действительно, драгоценные, такие красивые камни получаются. Больших людей тоже. Сагинов, вот это. Сагинов, конечно, это величина, конечно. Да. Тасмагамбетов тоже. Тасмагамбетов, это, как старый друг мой. Для него, я книгу для жены сделал. А вот, его книга есть, Жизнь вот даже. Я соберу материалы, фотографии. Тоже ваши фотографии, да вы фотографировали? часть есть, часть его фотографии, есть исторические. Вы знаете, вот еще, вот у нас здесь очень много фотографий, я хотела, вы знаете, для Караганды, вот по юбилеям Караганды, очень много у нас фотоальбомов, но в основном, в этих фотоальбомов, везде использованы именно ваши фотографии. Вот здесь у нас на выставке, вы знаете, вот эти, вот, сарань, теннижта, вот Караганда, вот эти юбилейные фотографии, все, вот, варата, вот тоже фотоальбомы. Вы знаете, в основном, везде использованы именно ваши фотографии. Но я делал это, потому что, это кадры у вас, яркие, Яркие и красивые. Для Астаны, для Назарбаева я делал. Для премьеры снимал. Раньше 93, 4, 5 года. Альбомчики делали небольшие. И вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, для того, чтобы, может быть, среди наших читателей уже где-то растет молодой фоторепортер, который пойдет по вашим стопам, для них, наверное, будет интересно, что нужно сделать для того, чтобы или где-то учиться надо, или это опыт нужен, чтобы стать таким вот фоторепортером вашего уровня. Какие навыки нужны? Я не знаю, или учиться. Это тоже понимание. Или это природный дар. Во-первых, нужно быть природный дар. Желание. Желание, конечно, да. Терпение надо. Терпение надо ждать, искать. Я вот это раньше снимал, хотел снять. Тут нету тоже еще где-то 85-й, 86-й. Хотел снять. Терегонники, шахты. Шахты. Шахты снять на закате. Чтобы было крупным, большим телевиком. Снять, потянуть солнце. Через это солнце должно быть это самое. Терегонники. Терегонники все. Я это ждал 8 лет. Вот это да. Именно. Чтобы именно один кадр сделать красивый. Это 8 лет надо, да? Ну, получалось. Получилось? Я каждый год, я у нас там приезжал, это с Майкадуки. Там сопка с Майкадуки снять. Костенко. Вот это шахты были. Сейчас знаете шахты Костенко. А с Майкадуки сопка большим телевиком. Я смотрел. Ну, солнце в воду два дня только бывает в этом месте. В этом месте. Да. Именно здесь не попадает. Иначе не попадает. Иди как. И я приезжаю, ржаюсь. Уже везде знаете. Календаре. Какой момент? Какой вечер. Солнце садится. И вы специально едете. И еще едет. То тучи. То и это. То плохо. Не каждый год открыт. Да, конечно. И там тучи и это. Не получается еще. Случайно. Я ехал где-то через Майкадук. Уже. Как это было? Ну, вечером где-то. Где-то часов. Восемь, наверное, ехал на машине. В город. А объектива нет. Смотрю. Солнце. Это то, что... Вот, правда, на котором вам нужен. А, через пол сейчас сядет. Сядет. Я вижу, что-то может это подойти мне. И я еду на машине домой. Быстро объектив беру. Возвращаю. Сижу с домом. И поймал. Через восемь лет только. Этот момент я сделал. Сейчас ты можешь что угодно сделать. Фотошопом. Я не хотела вот это сказать. Сейчас они фотошопом все. А тогда нет. Там никак не сделают фотошоп. Не было этих же новых технологий. В одном кадре нужно. В одном кадре вот это вот все. Это очень тяжело. Уловить такой кадр, да? Уловить еще тяжелее людей. А, вот хотел еще. Уговорство. Вот. Где президенты. А день президент еще более-менее. Когда три президента шли. Чтобы красивый правильный кадр поймать. Чтобы именно попали все. И чтобы и все были. И лица видно было. И разговор был. И что-то динамично было. Что-то не просто вот так стоять. Это очень трудно. Это один так, другой отвернулся. Или еще. Это очень ужасно. Невозможно. А так начинаешь потеть. Это труд. Это действительно настоящий труд. Это не просто. Это что делать? Просто нащелкал, да? И это нужно момент слабить. А вот эта поездка. Нужно говоря, я вам тоже. Первые поездки. Первые. Ездили в Германию, в Афранцию. Ветеранам. В кабинете по терапии. Пакистан. И Индия. И остальные. Очень тяжело. Бегаешь. Боишься проспать. И все надо успеть. Поймать. Тяжело бегать. Ну все-таки, понимаете. И все-таки. И тем более. Сделали хорошие кадры. У нас здесь из ваших командировок. Вот. Вот у нас такая статья. Это многонекая Индия. Вот. И здесь написано. Здесь фотографии ваши. Видите? Это ведь ваши снимки. Вот. Ну это просто по-туристическому я не знаю. Да. Даже по-туристическому это же тоже нужно. Вот такие красивые сюжеты. Ветеранам были. Но во многих местах были. А вот скажите, пожалуйста. Вы знаете. Вот фотографировать вам лучше всего. Вот на улице. Или помещение. Вот. Вот скажите. Вот фотографии делать. Вот. Вот как правильно фотографировать. Вам удобно? На улице хорошие получаются? Мне не радует. Или вам не радует. Что ночь, что утро, что... Вы одинаково. Мне не радует. Да. Самый главный сюжет должен быть. Для чего? Угу. Нужно эти фотографии. Вот. А скажите, пожалуйста, еще. Я что-то хотела еще у вас спросить. Вот. Ну уже забыла. Как было? Вот. Что вы вообще... А, у нас здесь очень много фотографий. Вот город. В основном вы снимаете город. Как? Город наш. А, город. Красивый. Город. Ну и город я снимаю все много. И вы знаете, у вас фотографии отличаются от других, как бы, можно сказать, фотографий. И это у вас особый свой стиль какой-то, наверное, да? Поделитесь секретом, может быть, пригодится и нашим читателям, которые занимаются. Много городов. Все это есть. Молодежи тоже говорят. Что-то не снимаете? Город, выставки делали. Красавцы, да. Я говорю, ну выставка, ладно, это-то. Ну а что там у вас покажут? Ну, я говорю, какой-то тематики имели вот. Что-то интересное было. Да. Почему город не снимаете? Снимаете, что попало? Какие-то каракулы, какие-то развалюки, какие-то ты снимаешь. Я говорю, так же нельзя снимать. Почему город красивый, людей сколько? Снимите не просто виды города, тяжело снимать, потому что у нас такие неинтересные, естественные. Не умеете, не видите людей. Вот, мы по-другому все это. Людей снимаете, природа снимаете, города, ну все, что угодно можно снимать. Вот птичек, городские птичек можно фотографировать. Вот сейчас синячки, воробьев снимать, красиво. Город напомнил какой-то. Ну надо это ходить, смотреть, увидеть надо это. А вы не видите, молодежь не видит это вообще. Они считают, уже, они не понимают, что такое репрессуру, что такое интересное. Их интересует на выставке вот молодежь, вот молодые поставили, фотокруппу. Никто. Они меня боятся, потому что я их критикую. Критикуете? Да. Я говорю, вы же неправильно снимаете. Нет. А почему? Это же хорошо. Я говорю, чем хорошо? Она же качествует и надо сейчас. Вот. Понимаете, они же... Я говорю, не вы... Фотографии не качество, это иное дело. Вот. Вы их сюжет, вы их смысл. Сюжет на это. Я говорю, фотографии не в качестве. Чтобы она не слов, какую-то информацию. Качество тоже нужно. Да. Но основной фотографии, выставочный кадр, это должно быть динамики. Интересная. Ну да, но она должна как бы информация. Вот это выставочный кадр. Вот это уже на память. Вот это выставочный кадр. Это уже сюжетный, где можно уже что-то. Да. Вот даже зимний. Вот выставочный кадр. Но это все равно интересный момент. Срок белочку. Ага. Природа, значит. Вот выставочный снимок. Понимаете? Вот. Динамика, жизнь. Ну я и говорю же, что это не просто красивые фотографии. Основное не это, а вот. Который несет какую-то информацию. Вот. Вот ярко, красочно. Но уже есть. А, вот еще вот Астана. Ночной город. Да, да, да. А это вот металлургический комбинат. Вы знаете, как металлургический комбинат, чтобы зайти. Это же не просто так. Ну и сейчас будет карганельский металлургический комбинат. Будет тоже раз. Так и будет. Карганельский комбинат. Уже же переименовали. Уже даже эти снимки. Ну это не выставочный, это просто. Ну да, может типа официально выставочный. Вот это выставочный город. Вот это вот красота. Байга. Интересно. А скажите, а у вас сейчас фотоаппарат цифровой, как сегодняшние наши современные? Да. А свои вот эти первые фотоаппараты, они у вас сохранились, наверное, еще? Вот выставочный. Любовь называется. Да. Детская любовь. Вот космодрома. Запуск, ракеты запускают. Вот вытаскивают из капсулы уже. Из капсулы уже. Космонавус. Это уже ваша фотография, да? Вот так садится. Вот. Степи Казахстана. Космический корабль. Капсулы садят. Варё время. Вот выставочный. Ну, Валерий Истафьевич. Вот. Борьба за жизнь. Уже ребёнок родился, уже тяжело, уже бороться за жизнь надо. Угу. Красивая фотография. Валерий Истафьевич, вам огромное спасибо вам. Желаем вам. Вот природа. Здоровья. Наши вопросы. Почему люди снимают? Вот город. Это вот Сон Пятникова. Караганда. Угу. Ну, там много-много. И много там. Ну, и всё. Основная у меня где-то фотографии 1100 на рынок. Только одних Назарбаев где-то больше 10 тысяч. И это всё в вашем личном архиве ещё есть, да? Да. Ну, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам. Желаю вам здоровья, творческих успехов. Спасибо. И думаю, вы у нас не первый, не последний раз. Будем ещё вас ждать. Да. У нас в гостях в нашей библиотеке. Да. Молодёжи надо учиться и смотреть. Больше смотреть надо, перед чем идти снимать. Я, например, не иду, вот работал где-то, когда ты идёшь снимать. Не просто иду на завод. Это впервые никогда не было. Я сперва изучаю, что выпускает. Биографию. Конечно, это всё изучить надо. Потом я уже знаю, что хочу снять. А то сейчас молодёжь приходит, даже газетики, приходят, говорят, а там видно будет. А что видно? Ну, пришёл. Что ты? Они не знают, что снять. Надо сперва знать, что ты хочешь. Да. Когда ты уйдёшь, человек уже заранее должен знать, о чём это будет. Суть уже, о чём это будет. Это бывает, это всё, что попало, можно снять на ходу. Где-то в городе, где-то на мероприятиях. Если где-то попадётся, да. Так неожиданно. На празднования и всё прочее. Вот это, видишь? Инди, Тревандру. Самый юг Инди. А там Шерландгадаш уже. Остров Шерландгадаш. Там будет. Что интересно, Индии. Они, индустрии чёрные там. Там, в этом регионе, Тревандру. Коммунистические партии. Там плакаты. Ленин, Сталис, Карл Маркс и сублакаты. Красных галстуков, пионерские партии. А у нас их уже кто-то понимает. Понимаешь? То, что это интересно. И самое главное, им, индусам, чёрные там, им хочется каждому прикоснуться. Белым. 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 Да. А что это дети вообще? Они, если повышаются благословения. Да, да, да. Понимаешь, что всё богато будет от белых людей. И всё. И это я уже, я уже попросил сделать снимок. А, чтобы она в руки... Да, да. Вот шли белые дети. А вот я тоже посмотрела, думаю, неужели что... Вот режиссуры пришлось мне сделать. Чтобы было... Играл это... Снимает. Ага. Я видел. А тут уже... Это уже сети, да? Это уже сети. Это уже сети. Это не режиссуры. На самом деле. Это тоже так же на самом деле. Ну, это туристы. Да. Да. Знаешь, да. Ну, видно же это туристы. Интересно там. Много снимал я тоже. В Индии, во Дзитнаме, там... В Китае всё будет. Так что... Спасибо вам огромное. Рассказывать можно много. Ну, это у нас не последняя встреча, я надеюсь. Молодёжи... Мы ищем. Они не хотят. Смотреть надо, как люди снимают. Как подходят. Журналы смотреть. А то бывает, съедут, снимаются. Всё. Они думают, что аппарат 10. Щёлкнул и всё. Ну... Бывает. Особенно... Приходишь сейчас. Иногда даже. Ну, у нас... Книги начинаешь делать. Так вот. На завод приходишь. Я говорю. Давайте я сделаю... Книгу поставлю. Нет. У нас всё есть. Я говорю. Я знаю, что у вас есть. Но это ни один... Но ни одна фотография не подойдёт. Как нет. Я говорю. Ну ладно. Начинаю смотреть. Там. Как какое-нибудь мероприятие. Все задам. Ну вот. Вот этот принцип. Все задам. Надо показывать. И всё. Даже не вопрос. Не знаю. Вот идёт какое-то совещание. За столом сидят. Первый руководитель видений. А остальные все задам. Все затылок. Ну вот. Я говорю. Как так снимать? Ну надо же... Поработать надо. Ты же репортер. Ты же хочешь куда-то напечатать. Или что-то показывать. Ну для них тоже важно. Сделать так, чтобы... У всех лица хоть видно было. У кого-то чуть-чуть. У кого-то больше. Разговор был. Вот это совещание. А почему я снимаю. За столом сидят. Обе стороны стола. И длинный стол. В консерве руководитель. У всех практически лица летние. Я-то снимаю так. Я же делаю так. Профессионалы. Вы же легенды. Подходить надо режиссуровать. Не хотят. Не хотят молодежь. Они говорят. А мы сами знаем. Ну знаете я говорю. Поэтому у вас... Ничего не остаётся у вас. В истории у вас я говорю. Ничего не остаётся. Никому не нужно. У нас в истории останутся ваши фотографии. Спасибо вам за то, что нам такие интересные фотографии принесли. Мы это всё возьмём. Сделаем выставку вам. Вот.